В начале учебного года учителя и ученики 10-й школы были распределены по 4-м городским образовательным учреждениям. Причина – капитальный ремонт здания одной из старейших школ города. Нам было сказано, что мы пишем заявление по собственному желанию, без слова переводом, без слова на капитальный ремонт. Страхи людей вот отсюда, понимаете? По словам начальника управления образования города, масло в огонь подлила статья в одной из местных газет. Люди решили, что школу номер 10 закрывают. На встрече в 17-й школе учителям и родителям объяснили, что о ликвидации школы речи никогда и не было. Учреждение вошло в региональную программу развития и модернизации образования Ульяновской области. Учителя официально устраиваются на работу в другое учреждение образования с полным сохранением их заработной платы. Вопрос взят под особый контроль как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Обучение там опасно просто для здоровья наших детей. Было принято решение о постановке этой школы на капитальный ремонт. Это не первое такое мероприятие в городе Димитровград. Мы буквально несколько лет назад пережили подобное в школе номер 16. Тоже очень много сомневались, тоже очень много боялись, тоже подозревали что-то. У нас нет ни малейшего намерения ликвидировать это образовательное учреждение. Ему нужно новое содержание, ему нужны новые стены, ему нужна новая крыша, ему нужно новое оборудование. Это учреждение образовательное должно пройти, как сейчас модно говорить, процесс глубокой модернизации. До конца октября готовится проектно-сметная документация. Затем будут определены подрядчики, которые сразу после торгов приступят к ремонтным работам. Наталья Васильева, Анжелика Бровенок, Виталий Невов. Наше время.